В целях защиты жизни и здоровья граждан, предотвращения распространения в республике вируса COVID-19, исполняющий обязанности президента утвердил дополнительные меры, которые предусматривают запрет нахождения на улицах, набережных, площадях, парках или иных общественных местах. Между тем, эти ограничения будут распространяться не на всех жителей Абхазии, к примеру, в случаях обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту или от места работы, которое допустимо в режиме ЧП, доставки продуктов питания лицам старше 60 лет, а также лицам, имеющим хронические заболевания. Не подпадает ограничение на совместное, но не более двух человек, следование на машине к месту приобретения товаров, а также индивидуальное и совместное нахождение в общественных местах лиц, проживающих в одном жилом помещении. Если где-то кто-то говорит о том, что нельзя вообще выходить, то это неправда. Конечно же, выходить можно, можно выходить, и вообще даже медики говорят, что надо выходить и дышать воздухом тоже. И в этом плане, даже в этих ограничительных мерах, даже есть такой пункт, что в индивидуальном порядке в общественных местах находится муж. Ну, например, даже если просто выйти и зайти к себе домой, ну кто, об этом запрета нет. Если был бы запрет, что вообще никому выходить и так далее, мы бы это видели в этом решении. Поэтому речь идет именно о том, что все-таки ограничения нахождения в парках, скверах, на набережной и так далее, но если это в индивидуальном порядке, то это может. Даже в этой норме есть такой момент, что жильцы одного дома, напротив них парк, то если даже выходят, то понятно, что они могут выйти одновременно, несколько, допустим, жильцов. В этом плане тоже есть разрешение. Но нужно соблюдать еще и те меры, которые ранее были, так сказать, предложены. Это дистанция, это средства индивидуальной защиты. От этого никто не отказывается. Под ограничения также не попадают представители силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, работники аварийно-спасательных, пожарных и коммунальных служб, волонтеры, лица, обеспечивающие функционирование объектов банковской инфраструктуры, а также органов государственной власти. Граждане, которые не будут соблюдать данные меры, первым делом получат предупреждение, но в случае второго нарушения должны будут оплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. Для тех, кто находится на самоизоляции, сумма нарушения будет сразу 5 тысяч рублей. Находящиеся под наблюдением врачей заплатят 10. А вот граждане, больные коронавирусом, должны будут оплатить 20 тысяч рублей. Особое отношение с точки зрения ответственности, особо по тем лицам, которые нарушают режим карантина, или же те, кто с подозрением могут быть на носителя данной вирусной инфекции, или же те, кто больны. По ним тоже. Раньше у нас не было нормы, как действовать, если, допустим, вышеназванные лица будут не соблюдать режим такой. И сегодня эта норма уже есть. Вы же понимаете, что если просто граждане, и так получилось, что они где-то собрались, то их на первый раз предупреждают, повторно уже штрафуют. Штрафы, кто скажет, может небольшие, но на самом деле для нашей действительности достаточные штрафы. Размер 3 тысячи или 5 тысяч, 10-15, о которых говорится в распоряжении, да, это ощутимые штрафы. Самый большой штраф предусмотрен за распространение в СМИ, а также в соцсетях, недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения. Для граждан сумма составит 15 тысяч рублей. Должностные лица должны будут оплатить 30, а юридически 50. Однако, как отмечает Гиви Габния, исполнение этой меры может вызвать определенные сложности. Думаю, что все-таки эти меры, которые сейчас уже озвучены, и наши граждане будут все-таки и читают, и понимают, все-таки для них это тоже будет какое-то давление, чтобы все-таки не нарушали. Я не говорю о том, что вот обязательно, чтобы нарушители мы их будем штрафовать, нет. Сам момент, что такое право есть у соответствующих органов, это уже будет многих останавливать. Конечно, сложности могут быть с точки зрения реализации, с точки зрения взимания вот этих штрафов. Но эти сложности ни в коей мере не сегодня появились. Эти сложности по, так сказать, осуществлению наказания в такой сфере, в административной сфере, они у нас есть в общем, в нашем государстве. Это общие сложности, но в любом случае они реализуемы. И для нашего, так сказать, гражданина будет понятно, что есть такие органы, которые это могут сделать, наказать и реализовать, значит, вот эти виды наказаний. Следовать таким, пожалуй, непростым новым ограничительным миром призвал граждан республики депутат парламента Астамура Аршба. Призываю всех вас строго соблюдать меры безопасности не только лично, но и постараться оградить своих близких от болезней. Есть несколько несложных правил. Первое – это строгое соблюдение правил карантина. Второе – это немедленное обращение к врачам в случае проявления симптомов. И третье – не поддаваться панике и страху. Ориентируйтесь на информацию из официальных источников. Не распространяйте слухи и домыслы. Ситуация контролируемая. И все вместе мы способны с ней справиться. Действовать данный декрет о дополнительных ограничительных мерах начнет с нуля часов 11 апреля и продлиться до конца режима чрезвычайного положения. Виола Барганжа, Сырква Гухава, Абазатовая.